Ребят, всем привет! Сегодня мы рассмотрим японские свечи, как их анализировать, как они формируются. В целом тема очень-очень-очень важная для того, чтобы начать и хорошо подбирать точки входа, точки выхода и понимать рынок в целом, куда он будет идти, откуда он пришел и в общем-то какие сигналы есть, на что можно рассчитывать. В описании к этому видео вы найдете реферальные ссылки на брокера Freedom Finance для инвестиций в акции и на биржу Binance. Мои рефералы получают очень крутые бонусы, посмотрите о них в описании, четко все написано. Если вы регистрируетесь без реферальной ссылки, вы просто лишаете себя этих бонусов. Первое, что я хотел бы показать, это обычный график, к которому все привыкли и все его видят, но он дает очень мало информации. Мы видим только цену буквально, где она была, в какое время и можем какие-то тенденции видеть, то есть растет, падает, в целом тренд. Но чтобы более подробную информацию видеть, нам нужны уже свечи. Открываем свечи и мы видим вот такой вот график, который дает нам значительно больше информации, который нам позволяет лучше понимать рынок. И сейчас мы объясним, как это все работает, как они все формируются, эти свечи. Смотрите, ребят, сейчас как раз заканчивается минутка и мы увидим начало формирования новой свечи. Заканчивается прошлая свеча, новая свеча появляется там, где закончилась прошлая свеча формировать себя. Появляется, открывается она здесь, как мы видим, если посмотреть на прошлые свечи. Вот свеча падала, упала сюда, появилась новая свеча. Сначала ее немножко толкнули вниз, но ее вытолкали обратно и она пошла вверх. И здесь она закрылась. Здесь минутка закончилась и начала формироваться новая свеча. Вот подобно таким образом формируются свечи. Если мы видим вот эти вот тени, это говорит о том, что цену оттуда вытолкали. Цена вот падала, 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 пошла вниз. Здесь хвост большой. Вот здесь мы видим большой хвост. Это говорит о том, что покупатели вытолкали цену, не дали ей падать ниже. Свеча закрылась вот здесь. Она пыталась, она на протяжении минуты падала к этой цене, но здесь ее покупатели начали покупать. И минута закрылась тем, что свеча закрылась здесь. Началась новая свеча, опять была попытка цену просадить, продавали. Покупатели здесь откупали очень сильно, вот от этой точки откупали три раза. Пытались цену высадить, но покупатели откупали. И в конце концов цена пошла вверх. Вот формирование свечи заканчивается, и свеча открывается новая. Здесь мы видим, свеча здесь закрылась, открылась новая, пошла вниз, цена просела. Вот новая свеча формируется на ваших глазах на минутном графике. Через 15 секунд буквально она закончит свое формирование, и мы посмотрим, что с этого вышло. Она открывается вот здесь, идет вверх, то есть покупатели очень активные, свеча зеленая. Если свеча идет вверх от цены открытия, тогда она зеленая. Если она идет вниз, она становится красной. И свеча очень сильно закрылась, преобладали покупатели. Свеча закрылась зеленой, и закрылась она здесь, без теней. Это говорит о том, что свеча очень уверенная. Если нет теней, это говорит об уверенной силе той или иной стороны. Если мы видим какие-то тени, это уже идет какая-то борьба здесь. Вот. И открывается новая свеча. Пошла вниз, ее, как вы видите, вытолкали. И пока она не сформируется, до конца минуты, она будет, ее будет колбасить вверх-вниз. И в итоге мы уже увидим результат этой минуты, и результат, что в итоге получится. Кто будет преобладать, покупатель или продавец. Сейчас мы видим цену продают, продают актив. Цена падает, да. И формируются вот такие вот хвостики. Вот так вот закрылась эта свеча. Давайте посмотрим самые простые односвечные паттерны, которые могут о чем-то говорить. Сейчас найдем. Вот видим очень сильные хвосты. Чем больше хвост, тем больше, так сказать, тем сильнее паттерн. Если мы видим сильный хвост сверху, это говорит о том, что цена, вероятнее всего, будет падать, потому что это говорит о силе продавцов. Сверху находятся продавцы, снизу находятся покупатели, потому что они толкают цену вверх, покупатели, продавцы высаживают цену вниз. Мы видим довольно большой хвост, и видим, что цена начинает немножко падать. То есть, взяли в свои руки, стали сильнее продавцы. Здесь аналогичная ситуация, мы росли, росли, росли. Выросли к этому моменту, цена показалась рынку слишком большой. А рынок, собственно, люди начали продавать, потому что они считают цену для этого актива уже большой. Начали продавать, свеча закрылась с таким большим сильным хвостом. Здесь аналогично открывается новая свеча. Опять попытка пойти вверх, не удается, нет желающих покупать, много желающих продавать. Цену опять всадили вниз, и цена пошла вниз. То есть, это такой простой односвечной паттерн. Он работает и в обратную сторону. То есть, если мы найдем где-то, ну вот, не очень большой хвостик, но тоже нам о чем-то говорит. То, что цену пытались продавцы просадить. Здесь покупатели начали активно откупать, и цена пошла вверх. То есть, не стоит только на это ориентироваться, но это просто как сигнал, который вам дает определенную информацию о настроениях рынка в целом. Смотрите, ребята, есть в графиках таймфреймы. Они тоже играют очень важную роль. Здесь мы видим график, на котором формируется свеча в одну минутку. То есть, каждая минутка, это одна свеча. Одна минутка, это одна свеча. Вот здесь, ну, пять минут там прошло. И мы видим информацию, что было на рынке за пять минут. Если мы хотим посмотреть немножко, как бы, все глобально, мы меняем таймфрейм. Ну, к примеру, вот так вот. Переходим на пять минут, и теперь каждая свеча, это пять минут. Конечно, график может быть полностью другим. Потому что вот эта одна свеча хранит пять одноминутных свечей. Эта свеча тоже пять минут одноминутных свечей хранит. Ну, все логично, в принципе. Все просто и понятно. Здесь не нужно себя как-то накручивать. Здесь все, как бы, понятно. Одна свеча, это пятиминутная, она точно так же работает. Только она содержит все эти маленькие подсвечи. То есть, если мы зайдем на минутный график, увидим, что за пять минут мы упали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот отсюда мы пошли вниз. В целом мы видим то, что у нас цена падала в течение пяти минут. И мы зайдем на пятиминутку и увидим тоже красную свечу. Последнюю. Вот она. То есть, вот та самая свеча. А также большие таймфреймы есть. Часовик, дневной график. То есть, ну, в основном все зависит от ваших целей. В зависимости от того, на какой срок вы инвестируете или какие вообще цели преследуете, вам нужны будут разные таймфреймы. Вот это часовик уже получается. И каждая свеча здесь равна одному часу и хранит себе информацию за один час. Ребят, если смотреть на графики по разным таймфреймам, то стоит понимать, что чем старше таймфрейм, тем более надежные там сигналы и тем более четкую информацию он нам отображает. Если смотреть на минутный график, мы можем там увидеть, что он растет или что-то такое. Но здесь могут быть какие-то случайные движения. Один участник запрыгнул. Да, цена там дергнулась вверх. Но рынок в целом не готов расти. Он настроен, например, падать. И для того, чтобы видеть более четкую информацию, нам нужно уже использовать старшие таймфреймы. Если мы открываем старший таймфрейм, то мы видим в каждой свече один час. И здесь уже больший диапазон покупателей, продавцов, их действий на рынке. И мы, собственно, можем понять то, что здесь более четкая информация и меньше вот этих всех помех случайных покупателей, каких-то больших или случайных продавцов и тому подобных лишних действий, которые в целом неправильно нам могут трактировать настроение рынка. Но чем больше таймфрейм, то есть чем больше в свече хранится информации, тем более глобально мы можем увидеть, что происходит на рынке. То есть любые формации, любые односвечные паттерны, просто уровни, тренды и даже сами свечи, они более надежны именно на старших таймфреймах. И их видит большее число участников рынка. Больше участников рынка и они как бы более надежны, чем на младших таймфреймах, ребят. Паттерны, которые указывают нам на вероятное движение цены, существуют также из которых формируется множество свеч. Например, один из них, указывающий на вероятное движение цены, продолжение падения цены. Вот мы видим, в принципе, на графике идет падение, идет консолидация небольшая, даже, я бы сказал, большая консолидация и продолжение дальше движения цены вниз. Когда мы пробиваем вот эту линию, идет сильное движение цены вниз. То есть это паттерн, то что цена вероятнее всего, вероятнее при пробитии вот этой вот линии, пойдет дальше вниз. Таких паттернов существует очень множество, и изучить их вы сможете с помощью информации на моем канале. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, здесь будут только полезные видео, только понятные, только простым языком. Я буду очень четко все разжевывать, чтобы каждый все понял. Спасибо за просмотр, ребят, удачи вам!